Помню, играю в замечательную тест-драйв Unlimited первую. Не пугайтесь, я не буду сейчас делать обзор на эту игру, говорить о её достоинствах и недостатках, но в рамках этого видео я не случайно её вспомнил. Пожалуй, из-за кротанием своего досуга именно в этой игре, я впервые обнаружил, что деревья в виртуальном мире ведут себя как-то странно, подёргиваются, шевелятся, особенно когда до них большое расстояние. Потом я начал замечать похожую ситуацию и в других играх. Кто-то скажет, ну шевелятся и пускай, тоже мне чудо. Ну, во-первых, я очень любознательный человек, чтобы просто пройти мимо и не обратить на это внимания. А во-вторых, компьютерная графика – это именно та сфера, которой я в настоящий момент основательно интересуюсь. И, естественно, спустя какое-то время после прочтения нескольких статей с различных гейм-девелоперских ресурсов и форумов, эта загадка для меня была разгадана. И ответ на вопрос такой – импостер. Да, речь сегодня пойдёт об импостерах. Что это за зверь, где водится, как устроен, его родословное, каковы его повадки в дикой природе и так далее. Начнём издалека, с родословной. Помните, как в первых 3D-шутерах, таких как Doom 1 и Doom 2, был такой прикол – бегаешь вокруг убитого врага, пытаешься на него с разных ракурсов посмотреть, но тщетно. Враг упорно вращается вокруг своей вертикальной оси, подставляя на обозрение себя, любимого только с одного и того же бока. Упал, значит, вражина к вам ногами. И с какой бы стороны вы на него не смотрели, он по-прежнему к вам ногами лежит. А всё из-за того, что в прадедушках современных FPS – first-person shooter – полноценно трёхмерными были только локации с их лабиринтами, помещениями и коридорами. А враги для экономии ресурсов тогда ещё совсем чахлых домашних компьютеров отрисовывались спрайтами, то есть всегда ориентированными на камеру полигоном, натянутой на него текстурой. И тут важно заметить, что текстура использовалась не совсем обычная, это был текстурный атлас. То есть в одной текстуре задержалось не одно логическое изображение какого-то персонажа, а несколько с различных ракурсов и различных анимируемых кодов. С помощью тех же текстурных атласов анимируются персонажи в двухмерных играх. Геймдизайнеры продумывают, какие действия будет совершать тот или иной персонаж, а художники делают раскадровки анимации. Игровая логика посылает некое значение идентификаторов – графический движок для каждого спрайта. И на основе этого значения выбирается одно из множества кадров, упакованных в атлас. Нужно лишь правильно посчитать отступ текстурных координат. Сейчас в сети можно без проблем найти атласы персонажей того же Дума и многих других игр. Вопрос. Какое отношение спрайты и текстурные атласы имеют к теме данного видео? Отвечаю, самое непосредственное. Дело в том, что импостер – это и есть по сути не что иное, как сумма двух техник – билборд и текстурный атлас, то есть спрайт. А если добавить еще лод, то получим финальный результат – то, что мы видим на экране монитора. Современные компьютеры, конечно, намного мощнее тех, на которых мы впервые играли в компьютерные игры, однако аппетиты людей все время растут, не давая мощностям новых железок простаивать без дела. И на выходе имеем те же средние 60 кадров в секунду, но в значительно похорошевших играх. Вопрос оптимизации остро стоит всегда, поэтому и в современных игровых движках, чтобы не делать лишней работы, широко используются такие техники оптимизации, как билборды, спрайты, импостеры, лод и т.д. Перейдем к строению. Значит, для реализации простого импостера достаточно правильно применить две техники – билборд и выборка из текстурного атласа. С билборд просто, особенно если объект не будет вращаться. Перед тем, как помножить координаты вершины на мировую матрицу, умножаем их на обратную матрицу вида – View Inverse. Поворот текущей камеры будет доворачивать наш полигон таким образом, что он всегда будет ориентирован на зрителя. Если подразумевается, что объект будет поворачиваться вокруг осей прямо во время игры или только при инициализации, то после подобного умножения координат вершины объектом сформируется неправильно. Но нам по-прежнему необходимо трансформировать объект, а точнее только переместить и масштабировать. Однако умножение на мировую матрицу дает неверный результат. Как же это решить? Очень просто. Причина ошибки кроется в природе мировой матрицы. Мировая матрица есть результат умножения всех матриц трансформации объекта – матрицы поворота, перемещения и масштабирования. Вращением у нас уже заведует обратная матрица вида, и если мы еще довернем поворотом из мировой матрицы, то и возникнет ошибка. Поэтому мы просто вытаскиваем вектора перемещения и масштабирования из мировой матрицы и ручками дотрансформируем координаты вершины. Продолжение следует... Нормаль нужно также повернуть с помощью базиса камеры. Так как импостер использует карту нормали, не забываем про тангент и бинормаль. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Также необходимо посчитать вектор от позиции камеры к позиции объекта. Именно до позиции всего объекта, то есть вектора перемещения, а не позиции текущей вершины – это важно. Мы же не хотим, чтобы у нас на одном участке билборда было одно изображение из атласа, а на другом – другое. На основе этого вектора в дальнейшем будет определяться отступ текстурных координат и, другими словами, какой именно кадр нужно выбрать в данный момент из текстурного атласа. Продолжение следует... С трансформацией вершины разобрались, теперь разберемся с расчетом текстурных координат. Сразу уговорюсь, что в приведенном примере будет производиться расчет отступа текстурных координат только для горизонтальной плоскости – XZ в моем случае. Аналогичным способом можно найти отступ и для изменения угла от камеры до импостера в вертикальной плоскости. В атласе моего импостера содержится 8 видов, то есть угол поворота между смежными видами объекта равен 45 градусов или 0,785 радиан. Вы можете делать сколько угодно видов. Чем больше, тем плавнее будет работать импостер, и глазу будет менее заметен дискретный скачок при смене вида в импостере. Но и текстура потребуется больше при большем количестве этих самых ракурсов. Ваш капитан очевидность. Субтитры создавал DimaTorzok Когда я занимался разработкой импостера, я размышлял на тему, как бы так красиво посчитать в шейдере то, с какой стороны мы смотрим на наш импостер. Встроенная в HLSL функция ATAN2, как мне кажется, является идеальным решением. В качестве параметра мы передаем функцию вектор от камеры до позиции импостера. И функция возвращает значение в диапазоне от минус пи до плюс пи. И это очень удобно. Мы получаем значение в диапазоне полной окружности, всех 360 градусов. Нужно только немного причисать это значение, чтобы превратить его в отступ координат. Думаю технических деталей хватит с этого видео. Тем, кто серьезно занимается подобными вопросами, не составит труда разобраться во всех подробностях. Тем более, имей под рукой эту шпаргалку. Ну и в завершении данного ролика продемонстрирую плоды моих исследований в реализации импостера. И конечно, пару-тройку старых добрых игр, в которых мы можем наблюдать применение данной техники. На этом я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок